МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особенно и потому, что они большие инвестиции. По одному из них только частные инвестиции составят миллиард долларов. Это по сегодня обсуждаемому нами проекту, по проекту Новотека. По вчерашнему проекту, проекту Татапаула, 600 миллионов долларов, тоже немаленькая цифра. Во время совещания полномочного представителя президента с властями края и инвесторами окончательно подтвердили, что терминал для хранения и перевалки СПГ будут строить в Бичевинской бухте. Прежде рассматривалась еще и Авачинская. Морской терминал послужит для перевалки сжиженного газа, следоколов на обычные суда, при доставке топлива с заводов на Ямале, по северному морскому пути и дальше для продажи в азиатские страны. Это существенно сократит дорогу мощных кораблей и удешевит ведение бизнеса. Проект Новотека создает условия гарантированного обеспечения газом Камчатки. Это старые больные проблемы. Он создает условия для круглогодичного использования северного морского пути. А это вообще такая новая страница в развитии всей логистики не только Дальнего Востока и не только России, а действительно глобальной логистике, потому что это более короткий путь для всех грузов Азиатско-Чехоокеанского региона. Мы такое новое окно открываем для всего мира. Те, кто поддерживают оба проекта, заявляют о многих плюсах для Камчатки. По утверждению властей края, добыча угля индийской компании на Крутогоровском месторождении в Соболевском районе позволят полуострову в будущем отказаться от использования привозного твердого топлива, который зачастую не лучшего качества, видят выгоду для камчатцев и от появления логистического центра для перевалки газа из Арктики. Что мы получаем? Мы получаем возможность перевода всего нашего оборудования на газ. Газа сегодня не хватает. Мы об этом говорим уже несколько лет. И сейчас появляется возможность спокойно, на долгую перспективу смотреть вперед. Поэтому, конечно, окажем всяческое содействие инвесторам, чтобы не чувствовали себя здесь как дома. Чтобы, неправда, не было никаких проблем в реализации этих проектов. Инфраструктуру для терминала СПГ будут возводить с нуля. Строительством займутся японцы, имеющие опыт в реализации подобных проектов. Авторы обещают учитывать сейсмические особенности региона. Ожидается, что работы займут порядка пяти лет. Начало уже положено. Проектные работы, изыскательские работы, которые уже начаты, надо понять, как там будут вещи, связанные с волнами, с ветром, с цунами, которые бывают тут, может, раз в тысячу лет. Но, тем не менее, мы должны это дело тоже прочитать. Ну и вот то, что сказал Юрий Петрович, Владимир Иванович. Задача наша такая, чтобы в течение ближайших, ну, по крайней мере, четырех лет нам сделать эту работу. И, собственно говоря, и краю, и нам было бы, так сказать, комфортно и правильно работать в дальнейшем. Два крупных инвестиционных проекта, которые будут реализовывать на Камчатке, поддерживаются как региональными, так и федеральными властями. Среди прочих преимуществ также называют создание новых рабочих мест для дальневосточников. Кроме того, ждут и дополнительные налоговые вливания в бюджет. Ирина Васильева, Наталья Филипова. Новости. Телекомпания «Причал».